АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ Гомеля был автотранс, закупая новые автобусы и удосконаливая систему онлайн-продажу билетов. Священная земля до патриотичной акции «У славу огульной перемоги» сегодня долучился Жлобин. На службе закону лепшего супрацовника патрульно-постовой службы и АМАП выберут на глядя конкурсе у Гомеля. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Безмытный гандаль, плюсы и минусы. Варианты развития этого объемного экономичного сектора обмерковали у Палацы Незалежности. У Беларуси за пошли пять годов у троя выросла колькость специализованных магазинов, вызволенных от мытных пошлин. Зараз их 69, причем яны призначены и для тех пассажиров, які выезжают, и для тех, что заезжают. Процуют як на сферы туризму и транзиту, так и на внутренних аспоживцах. Такие пункты сбыту продукции уже неодъемная частка зоны комфортных умов для тех, кто пересекает мяжу. Головное питание – як далейшее развитие такой сетки добьется на внутреннем рынку краины. Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети без пошлин и торговли растет удельный вес товаров отечественного производства. По-моему, не очень-то мы выросли, но примерно четверть всех товаров мы продаем отечественного производства в этих магазинах. Но перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, назовем их так, не исчерпаны. И есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно, оценить последствия, а также возможные риски. Как я подчеркнул, для населения это удобный, выгодный вид торговли. Ну, наверное, прежде всего, что там и импорт, и отечественные товары дешевле, чем в обычных магазинах. Это понятно. А какое влияние этот вид беспошлиной торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть, там, где нет льгот определенных и так далее и тому подобное. Это главный вопрос. Законодавшие все потребования до таких магазинов в нашей стране уже вызначены. Робятся и новые кроки наперед. Так, у початку жнивня уступил усилу указ об безмытном гандле на бортах поветорных судов. У целом развивать этот рынок варто под строгим наглядом контролирующих органов. Это одно из ключевых потребований президента. В регионе начинается подача тепла у объекты социальной сферы. У приватности на 5-е до дня ответное решение принято Гомельским гарв и Канкамам. Сегодня начали включать отепление во установах оховы здоровья, социального забеспечения, школах и детячих садках. Когда станут гаражными батареи в квартирах, пока не вядома. Подавать тепло в жильевый фонд начинают при среднесуточной температуре, нижнейшей за 8 градусов на протягу 5 дзен. До старта сезона регион подрыхтованный. По шпарте готовности отрымали усе крыницы из пожилцы тепловой энергии. В необходимых объемах проведен профилактический ремонт. Отзнашим, в минулом году отепляльный сезон в области стартовал 29-го вересня. В Октябрьском районе закрыт рух по дравлянным мосту прозраку Птич. Поведомление об ягопо-шкоджине поступило у МНС на 5-е до дни вечера. Мост изъявляется часовым до момента завершения ремонта основного – железобетонного. Специалисты провели обследование будовничьих конструкций и выявили дефекты, которые свечать об аварийном стане сбудования. Для продухеления обваливания принято решение по забороне руху автотранспорта. Объезд ожитивляется по автодорозе Н-42-65 до агрогородка Кат-Каглузского района и по республиканской трассе Р-34. Мясовых жихоров района обвестили про ЗСМС-рассылку. На посяжение районной комиссии по надзвичайных ситуациях принято решение по организации круглосуточного тяжурства и регулирования руху автотранспорта, а также об проведении ремонтных работ. В зручности и комфорт на городских, пригородных и международных маршрутах региона заявляется новый, сучасный транспорт. Там и низкие приступки, как люди с обмежеванными махчимостями, альбо молодые мати с колясками могли без пирожков зайти в автобусы. И кондиционеры, и большая вмешательность. Обновляется и троллейбусный парк. У Гомеля заявляются бесконтактовые троллейбусы. Подробязности в сюжете Марины Джалы. С каким настроем едешь на працу, таким и отремливается день. А ранницы для многих начинаются не с кофе, а с поездки в громадском транспорте. И хочется, кабин не только проходит в своечасово, а либо утульным и сучасным. Гомель Абл-Автотранс в регионе обслуговывает свыше 800 маршрутов. По их рухают около 940 автобусов. Обновление парка идет постоянно. За пять годов на дорогах Гомельщины появилось около сотни новых комфортабельных автобусов. Половоз их низкоподложные. До конца года на маршруты выйдут едшие больше к три десятки новых одинок. Сегодня мы презентуем автобусы городского класса и туристические. В основном это 215 МАЗ. До конца года планируется еще поступление порядка 15 единиц. Данные единицы будут поступать в регионы. Следовательно, закрепляться под филиалы Гомель-Абл-Автотранс для последующего обслуживания пассажиров. В современном свете працевать так, как это известно, не льга. Час диктует умовы, конкуренты мотивуют развиваться и держать себя в тонусе. Каб не только угодно презентовать свой транспорт, а и делать больше удобнее покупку билетов, сейчас в тестовом режиме работает система онлайн-продажу. Совместно с разработчиком в текущем году мы доработали систему, которая позволяет сегодня пассажиру, находясь дома, приобретать билет в пригородном международном сообщении посредством телефона. Я думаю, что это достаточно удобно для пассажиров, и это будет услуга пользоваться. Удосконаливается и троллейбусный парк Гомеля. По дорогах города ездят пять новых бесконтактовых троллейбусов. До конца года закупят еще один. Каждый день не на шмат больше, чем звучайные, но их переваги не переоценить. В городе Гомеля открыт один троллейбусный маршрут, на котором эксплуатируются троллейбусы с большим запасом автономного хода до 15 километров, которые в дальнейшем подзаряжаются в течение 20-30 минут, когда следуют по маршруту под контактной сетью. По коль развитию громадского транспорта на Гомель, шиней по всей Беларуси, у многим будет залежить от перспектив, которые появятся после уведения АЭС. Могчима будущая транспортная глина краины за электробусами. Марина Джала, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель. В регионах краины протягивается республиканская патриотичная акция «У славу агульной перемоги». На Гомельшине яна стартовала у Решицы. З воинских похований, которые находятся на территории района, собрана земля, которая потом у агульной капсуле будет передана на заховывание в Минске храм-помнику Гонор Всех Святых. Напередание эстафету народной памяти потребовал комарын Брагинского района. А сегодня ДАЕ долушился Жлобин. Евгений Кухаронак протягнет эму. Проект «У славу агульной перемоги» саправды масштабный. Под тысячами обелисков по всей беларуской земле вечным сном спять миллионы тых, кто не вернулся с войны. Только на территории Жлобинщины знаходятся 60 мест у воинской славы и мест у похований мирного насельництва. Ахвер – Великой Айчиной войны. Там покоятся останки больше, чем 16,5 тысяч человек. Имены многих застаются невядомыми. В текущем году воинами 55-го отдельного батальона проводились раскопки на территории нашего района и были найдены 20 останков советских воинов. К сожалению, все они остаются неизвестны. Самое массовое похование на территории Жлобинского района находится у агрогородка «Майская». У восьми братских могилах поховано больше за полторы тысячи советских воинов. Атоль из усих остальных мест в памяти была взята земля, которая стала одним целым у именной капсулы района. Худка она отправится в столицу. До 9 мая 2020 года будет заховываться в Музее Великой Айчиной войны. В день 75-й годовины Великой Перамоги появляются 118 капсул с землей с каждого района краины. Будут размещены у нишах крипты храма помника у гонор усих святых. Вот это мероприятие, это акция, для меня она волнительно очень отозвалась в моем сердце, души. Конечно, думаю, и вся молодежь, которая еще не присутствует, все люди прочувствовались этим делом. Это правильно. Проект «Уславоагульной Перамоги» проходит под девизом «Агульная память, агульный мир». Акция закликает, а простым – не забывать. Бо коли мы забудем минулое, то не будем меть и будущени. Протяг акции у регионе запланованы на субботу на братских могилах города Ветки. Евгений Кухаронак, Валера Гапанько, телерадоя компания «Гомель» Сажлобина. 15-й республиканский огляд конкурс профессийного майстерства «Серот супрацовников милиции» проходит в «Гомеле». За перемогу взмагаются супрацовники патрульно-постовой службы и отрадов милиции особого призначения. Наши корреспонденты подчекавились под обязанностями. Урошисты открытие огляду конкурсу еще не сами с поборницей, но невеликое хвалевание уже есть на полно у каждого удельника. Для них это вельми отказный этап у профессийной деятельности, что дионные мотанакированные тренировки проходили на протягу трех месяцев. Теперь необходимо показать усе свое майстерство. Максима, подчас службы, некоторые навыки николи не спотребятся, а ли необходимо быть за все готовым до любой позаштатной ситуации. Конечно, навыки должны быть. И в первую очередь это психологическая устойчивость, это профессионализм. В зависимости от складывающей ситуации мы всегда требовали, чтобы люди наши действовали предельно корректно, но четко и правильно. В зависимости от той ситуации, с которой им приходится разбираться. Элемент шансования на споборництвах присутничая за все ды. Але главное, все ж таки, профессионализм. Тем более, что в середу дельника ушмат супрацовников милиции с черными и навык краповыми бюретами, отзнаками самого высокого профессийного узровня. Максим Казмарчук отримал его вот тому, чем вельми гонориться. Каже, что различивая только на перабогу. Кто-то идет годами, сдает. Мне посчастливилось, с первого раза сдал на него. Наверное, звезды на небес шлись, подарок на день рождения был. Потому что на сборах, когда был, день рождения как раз там был, когда сдавал. На соревнованиях, ну, на первое место обязательно. И на личное постараться на первое. Физичная, огневая, медицинская подрыхтовка полоса «Пирожкот». Коли проходили выпробование на право ношения бюрету, выконывали кудыболь складанные задания. Инша справа, что у Гомеля с поборничей спрыдзется с такими ж профессионалами. Правда, починается конкурс с быдой самой спокойной частки программы строевой подрыхтовки. Вышайший балл отримливаются не все. Члены журы погаджаются. У службовой деянности это махчима и не самый важный элемент, а не обовязковый. Это строевые подразделения милиции. Это одно название, что уже говорит само за себя. И строевая подготовка у нас, скажем, в органах внутренних дел, она распространяется и на нас, строевой устав, который присутствует в вооруженных силах. Поэтому и мы должны ходить и выглядеть опрятно, аккуратно. И, соответственно, перед гражданами предстать во всей Карасе. Обращение посредо с поборничеством конкурс включает и культурную программу. Урештая ознамление с мясовыми славутостями – это и махчимость духовного развития. Непосредо у Гомеля запланованы два объекта – Палац Румянцевых Паскевичев и Музей военной славы. У яким, до речи, есть великая экспозиция, присвященная супрацовникам органов внутренних справ. Что тучится выника конкурса, то и они будут вядомые в пятницу. Головный приз – службовый автомобиль. Плюс премии и махчимость отримания чергового специального звания. Наверное, если это сотрудник, который добился значительных результатов не только в конкурсе, но и в служебно-боевой деятельности, на решение его руководителя он может быть и поощрен в виде присвоения очередного специального звания досрочно. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Зауральская трея баянистов – творческий коллектив, который является справной визитной картой этого региона. Спасибо за сотрудничество Гомельской и Курганской областных филармоний, музыканты в першине выступили в Беларуси. Выконавцы виртуозов принимали прихильники музычного мастерства у Мазыры, Калинковича и Гомеля. Обменные гастроли заусюду цикавят, как самих выканавцев, так и глядачу. Артистов навод не бянтежит тысячу километров, которые приходится передоливать для некоторых выступлений. Ехали на поезде сначала до Москвы 36 часов и чуть больше 13 часов уже из Москвы в Гомель. В Москве была приятная пересадка. Дело в том, что все мы закончили Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве. Для нас эта пересадка, то время, которое мы находились в Москве, оно было приятным. Сучасный состав зауральского треобаяниста научать верты по лику. Разум яны выступают уже 11 годов. Кажется, брать троих профессийных выканавцу и подстроить кожного под дух инших справа не с легких. Все музыканты должны быть близки друг к другу по возрасту, по духу, по возможностям. Три баяниста в один год достаточно сложно собрать. А самое сложное потом еще и остаться работать втроем, потому что двое всегда против одного. Находить какой-то компромисс – это сложно. Складанность уявляет еще и отсутность репертуару, написанного одразу для трех баянов. Выканавцы робятся особистые перекладания музыки, сольные творы перерабляют у трео. И так у концертной программы з'являются номеры родом с эпохи барокко, створенные по мотивах русской классики и сучасных хитов. Угод коллектив дает до 70 концертов. Могли бы больше, однако треба выдатковать час и для учения. Все трое работаем в Курганском областном музыкальном колледже. Ведем разные предметы. То есть это может быть как концертмейстерское искусство, также сольное исполнительство, ансамблевое исполнительство, то есть инструментовка. Музыканты разносторонней личности. Тым часом, по кульзу уральская трео баяниста угастралировала по Гомельшине, у сценах их родной Курганской филармонии выступала наша инструментальная трео лирыца. Яугиня Кухарона, Калеса Рудзянкова, Яугин Макеенко, телерадиокампания Гомель. Гэта и иншая новинны вы можете занести на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 Гомель. Студия Руслан Габрилев. Здравствуйте. Притончик уже не гонит самогончик. Три бидона браги и самогонный аппарат нашли сотрудники милиции в ходе проверки нескольких домов в Ветковском районе. Правоохранители без промедления отработали оперативную информацию и убедились в ее достоверности. В деревне Янова за Былое взялась 61-летняя местная жительница. Женщину застали, что называется, с поличным. В момент прихода инспекторов она как раз занималась производством кустарного алкоголя. Из-за кромов хозяйки вытащили 38-литровый бидон полной самогонной браги. Ранее женщина уже имела проблемы с законом за изготовление самопальной спиртосодержащей продукции. А в деревне Столбун у местного жителя удалось изъять даже самогонный аппарат. Все необходимые для процесса агрегаты хозяин хранил у себя дома. Там же участковые изъяли и два больших бидона браги. Впоследствии ее попросту вылили на землю. Необходимый объем натурпродукта отправлен на экспертизу самогонщикам грозит штраф. В Житковическом районе браконьеры украли из рыбхоза более 200 килограммов рыбы. Злоумышленники пошли на дело подготовленными. К одному из озер хозяйства подъехали на микроавтобусе. Охранники приметили машину и сообщили о возможном браконьерстве в милицию. Засада, устроенная правоохранителями, была не напрасной. Ночью в машину вернулись несколько мужчин с семью мешками рыбы и сетями. Сотрудники департамента охраны патрульным автомобилем заблокировали им проезд и рыбаки бросились в рассыпную. Одного из них поймали. Им оказался владелец микроавтобуса. Вес похищенной рыбы составил 224 килограмма, а сумма, в которую оценили нанесенный природе вред – 992 рубля. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск сбежавших браконьеров. В Калинковичах работники магазина готовили салаты и заразили покупателей опасным заболеванием – сальмонеллезом. Как сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, с признаками острокишечной инфекции госпитализированы отец и сын. Они связали свое состояние с употреблением салата и курицы, гриль, которые купили в одном из магазинов крупной торговой сети. Лабораторное обследование персонала выявило больных сальмонеллезом, а также носителей этого инфекционного заболевания. Работу цеха по производству полуфабрикатов приостановили администрацию торгового объекта, привлекли к административной ответственности, а потерпевшие готовят обращение в суд. Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия. В Гомеле в минувшую субботу в 22.10 на Реческом проспекте водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Она начала движение на зеленый, а закончила на красный сигнал светофора. Водитель, не убедившись в безопасности маневра, поехал вперед и совершил наезд на 47-летнюю гомельчанку. Это произошло недалеко от остановки микрорайон Молодежный. Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, просят обратиться в милицию или ГАИ. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завтра завершится 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозорская славя примет на своем поле Витебск, а солигорский шахтер встретится в гостях с городей. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 и 18.45 соответственно. Напомним, ранее эти матчи не состоялись. Причина переносов – участие белорусских футбольных команд в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Еще одна новость касается Мозырян. Два представителя славии вошли в расширенный состав молодежной сборной. Решение озвучил главный тренер сборной Ю-21 Сергей Яромко. Главком включил в расширенный состав молодежки 29 человек. Среди них и игроки Мозорской славии. Полузащитники Глеб Шевченко и Артем Петренко. Окончательный список из 23 человек определится 7 октября. Сейчас футболисты готовятся к матчам квалификации Евро 2021 против сверстников из Норвегии и Кипра. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения завершилась в Светлогорске. На протяжении трех дней более 60 юных спортсменов выясняли, кто лучше подготовлен и достоин звания победителя. Они представляли спортивные школы Гомеля, Мозыря, Жлобина, городского поселка Октябрьский, а также Лельчиц и Ветки. По итогам турнира учащийся Гомельской с дюшор номер один спортивного общества «Динамо» Константин Гаруля занял третье место в весовой категории 70 килограммов. Триумфаторами сентябрьской гонки «Зон Рейс» стали калинковичане Александр Амельчук и Вадим Гришан. Участники забега должны были справиться более чем с 25 препятствиями на 7 километрах. Самый зрелищный забег профессиональных экстремалов. Победу у соперников вырвал минчанин Игорь Горбунов. Совсем немного ему уступил калинковический гладиатор Александр Амельчук. На основной трассе «Зон Рейс» испытали себя участники не только элитного забега, но и новички. В самом массовом забеге категории «Стандарт» триумфаторами стали Вадим Гришан из «Калинковичей» и Александр Амельчук из «Минска». На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова